Добро пожаловать в наш специальный выпуск, посвященный миру киберпреступности. Сегодня мы погрузимся в происхождение и развитие кибер-угроз. Исследуем психологию и мотивы тех, кто стоит за этими действиями. Мы углубимся в технические и социальные аспекты, чтобы вы могли лучше понять, как защитить свою информацию и что делает общество для борьбы с этой угрозой. Киберпреступность началась с первых компьютерных вирусов, созданных из любопытства. Один из первых значимых инцидентов в создании вируса Моррис Ворм в 1988 году, который случайно вывел из строя тысячи компьютеров по всему миру. С тех пор кибер-угрозы стали более изощренными, включая государственно спонсируемые атаки и сложные мошенничества, влияющие на глобальную экономику. Примером может служить вирус I love you, который стал причиной значительных финансовых потерь по всему миру, показав, насколько разрушительными могут быть кибератаки. Эти случаи помогли сформировать современное понимание кибербезопасности и ее важности. Киберпреступники часто обладают высоким уровнем интеллекта и специализированы в области технологий. Многие из них имеют черты, такие как нарциссизм, макиявилизм и психопатию. Эти психологические особенности могут способствовать их стремлению к контролю и манипуляции, часто мотивированному жаждой признания или потребностью утвердиться. Понимание этих черт помогает лучше прогнозировать поведение киберпреступников и разрабатывать более эффективные стратегии защиты. Изучение таких личностей, как Кевин Митник, показывает, как психологические черты могут влиять на выбор целей и их методов. Мотивы киберпреступников могут быть разнообразными. Например, финансовая выгода движет ноги атаки, такие как распространение вредоносного повода для выкупа. Другие могут быть мотивированы идеологическими убеждениями, такие как хактивисты, стремящиеся к политическим или социальным изменениям. Атаки на Sony Pictures в 2014 году, предположительно организованная северокорейскими хакерами, являются ярким примером политически мотивированной кибератаки. Кроме того, некоторые киберпреступники действуют из мести или же стремление продемонстрировать свои технические навыки. Понимание этих мотивов помогает лучше разрабатывать меры противодействия. Киберпреступность различается в зависимости от культурных и социальных контекстов. В некоторых странах она может быть связана с политическими мотивами, как в России или Китае, где киберпреступники часто действуют в интересах национальной идеологии. В Юго-Восточной Азии экономические факторы играют значительную роль в росте киберпреступностей, различия в законодательстве, уровне технологического развития и социальных нормах. Все это влияет на методы и цели кибератак. Примером является группа АП-28, связанная с российской разведкой, которая участвовала в различных кибершпионских операциях. Киберпреступники используют различные технологии для взлома систем. Вредоносное ПО, такое как трояны, рутгиты и шифровальщики, часто используются для достижения их целей. Эти программы постоянно эволюционируют, чтобы обойти антивирусную защиту и эксплуатировать выязвивости в программу обеспечения. Даркнет играет ключевую роль в распространении этих инструментов, предоставляя платформу для продажи краденых данных, а также инструментов взлома. Например, в Даркнете можно найти наборы инструментов для проведения фишинговых атак и эксплойтов для распространения уязвимостей, что упрощает доступ к этим технологиям для менее опытных хакеров. Бонокрай – яркий пример использования уязвимости в Windows для глобальной атаки. Профилактика киберпреступлений начинается с осведомленности и образования. Основные стратегии защиты включают обучение сотрудников основам кибербезопасности, регулярное обновление программного обеспечения и использование многоуровневой системы защиты. Регулярные аудиты безопасности и использование профессиональных сервисов для мониторинга и реагирование на угрозы в реальном времени также важны. Криптография играет ключевую роль в защите данных, обеспечивая их безопасность даже в случае утечки. Внедрение таких мер, как двухфакторная аунтификация и шифрование данных, значительно снижает риски кибератак и защищает конфиденциальную информацию. Примером успешной профилактики является компания Google, которая вела обязательно двухфакторную аунтификацию для своих сотрудников. Киберпреступления могут оказывать огромное влияние на бизнес, вызывая финансовые потери и повреждая репутации компаний. Например, утечки данных могут привести к значительным финансовым потерям и ухудшению отношений с клиентами. Кибератаки могут нарушить операционную деятельность, привести к потере данных и даже к юридической ответственности. Страхование от киберрисков может помочь смягчить последствия атак, а эффективные меры по киберустойчивости и реагированию на инциденты играют ключевую роль в защите бизнеса. Реальные примеры, такие как атаки на экипакс и таргет, демонстрируют масштаб возможных последствий и необходимость комплексных мер защиты. Юридические последствия киберпреступлений включают различные законодательные меры, направленные на борьбу с киберугрозами. Например, Конвенция о киберпреступности GDPR играет важную роль в международном сотрудничестве в области кибербезопасности. Правоохранительные органы работают над идентификацией и преследованием киберпреступников, сталкиваясь с вызовами, связанными с анонимностью и юрисдикцией в интернете. Современные технологии, такие как анализ больших данных и искусственный интеллект, помогают в расследовании и предотвращении киберпреступлений. Успешные примеры расследований, такие как поимка хакера Евгения Богачева, демонстрируют эффективность таких мер. Сегодня мы рассмотрели множество аспектов киберпреступности, от ее истории и технических деталей, до профилактики и юридических аспектов. Киберпреступность – это комплексная и многогранная проблема, требующая осведомленности и сотрудничества на всех уровнях. Понимание этих вопросов помогает нам лучше защитить свои данные и минимизировать риски. Подписывайте на наш канал, чтобы узнать больше о кибербезопасности и других актуальных темах. Спасибо за просмотр!